Французский военный самолет доставил в Кишинев груз оружия для молдавской армии. Для нее же Германия пригнала БТР и пиранья. Англичане, американцы, румыны. Новости о обучениях с ними приходят чуть ли не каждую неделю. Нечто похожее происходило на этой земле чуть более ста лет назад. В истории это осталось под названием интервенция. О ней осталось много воспоминаний. Например, о танковой атаке французского экспедиционного корпуса на Тирасполь. А еще остались кресты на военном кладбище в Бендерах. Шведы, венгры, румыны, немцы. Там все, кто приходил на эту землю с оружием. Исторические параллели в сюжете Влада Лукаша. Немецкие БТР и пиранья на молдавских дорогах. А еще французский военный самолет, напичканный вооружением, приземляется в аэропорту Кишинева. Кажется, что что-то ненормальное и такого никогда не было. Но вот это кажется, оно точно не для историков. Каких-то 80 лет назад здесь, на наших краях, тоже были немцы. Правда, без пираний. А 100 лет назад были даже французы, которые жили в Бендерской крепости. 29 января 1919-го французская 7-я группа 2-го горно-артиллерийского полка прибыла в Бендеры, годом ранее оккупированные румынскими войсками. Эти кадры дошли до нас благодаря французскому офицеру-любителю фотографии Гастону Жозефу Роберу. Вот он попросил, чтобы его сфоткали. Младший лейтенант Робер очень любил фотографироваться не для Инстаграма, а для истории. Цитадель Бендерской крепости Робер сфотографировал с этого ракурса. Французы пробыли здесь 15 дней, затем их перебросили в Тирасполь и потом в Одессу. Каждый день Робер выходил на прогулку к Днестру. Набережной тогда еще не было, здесь прямо у реки проходила дорога. Мост на заднем фоне это старый мост, его французы взорвут. И уже в советское время здесь отстроят отдельно автомобильный и отдельно железнодорожный мост. Еще Роберу очень понравилась Александра Невская церковь, она находилась на улице Софиевская, сейчас это Комсомольская. На заднем плане также видна земская управа, сейчас это здание Нарсуда, а над улицей видны даже электрические фонари. Вот вам часть нашей истории. Французских военных перекинули с Балканского фронта в Бендеры. Та лишь разница, что сейчас самолет с французским вооружением прилетает в аэропорт, тогда все доставлялось железной дорогой. И это 1919-й, Первая мировая-то уже закончилась, что понадобилось французам в наших краях. Территория юга бывшей Российской империи, это вот в частности Одесская область, Бессарабия, полностью все Северное Причерноморье. Это была принадленно территорией интересов Франции. И соответственно французское командование сюда бросило ближайшие войска. Проще говоря, интервенция. Французы, англичане, румыны воспользовались слабостью молодой советской России и решили себе прибавить территорий. Александр, мы на мемориальном кладбище в Бендерах, большое кладбище. Здесь даже есть целый интернациональный сектор, да, как историки его называют? Это иностранный сектор, захоронение солдат и офицеров иностранных армий, кто был похоронен на территории военного некрополя города Бендер с 1918 по 1944-1945 годы. Очень много вижу венгерских фамилий и герб Венгрии. Ну, венгерские военнослужащие здесь оказались в 1945-м, были военнопленными. А вот Первая мировая война у нас представлен сектор румынских захоронений, бетонный крест кельтский. И также посвящены памятная плита пребыванию в Бендерах французов. С французами в Бендерах также связана интересная история с авиньонским балком. В мае 1919-го авиньонцы почти в полном составе поддержали повстанцев, которые боролись против румынской оккупации. На военно-историческом комплексе в Бендерах есть плита с надписью. 25 солдатам и офицерам 35-го авиньонского полка Франции, отдавших свои жизни в городе Бендеры в 1919 году. Также авиньонцы встали живой стеной между повстанцами, бежавшими на левый берег после неудачного восстания, и французской артиллерией. За это многих авиньонцев отправили на каменоломни в Марокко. А как вам факт с первыми в наших краях танками, тоже французскими? 7 февраля 1919-го недалеко от Тирасполя станция Новосовицкая. Французские танкисты поддержали атаку румынской пехоты на красноармейские позиции. Чуть позже четыре французских танка захватили. Они стали основой для развития первых советских танков. Один из них был лично доставлен Ленину. Они были задействованы на начальном этапе интервенции, но нужно сказать, что их техническое обслуживание здесь было крайне осложнено. Их передавали войскам Белого движения, они действовали в составе французских и традиционных войск. Параллели исторически есть. Спустя столетия французы, немцы тоже имеют какие-то здесь интересы, хотя сто лет назад никакого НАТО даже в помине не было. Ну, военно-политические союзы существовали и тогда, и сейчас. Они формировались всегда. Интересы у каждого государства всегда имеются. А еще так сложилось, что регион у нас такой. Всегда на стыке империи. Когда-то перекресток крупных миграционных маршрутов. Сейчас без преувеличения границы цивилизаций между Западом и Востоком. Молдавский летописец у реки еще в 17 веке написал «Молдавия лежит на пути всех несчастий». А фотодневник старшего лейтенанта французской армии Робера стал настоящим сокровищем для краеведов. Директору Бендерского музея Александру Тихонову удалось познакомиться с внуком француза Робера и приобрести у него эти снимки. Кто-то знал, что в начале века Бендеры были как Амстердам, все усыпаны ветряными мельницами. Ветряные мельницы – это, похоже, особенность данного региона, вызванная соседством лесов и сельхозугодий. Эти мельницы действующие, потому находятся в хорошем состоянии. Я насчитал в округе добрую дюжину мельниц, но наверняка их было намного больше. Ведущие двух кадров даже нашли приблизительное место, которое описывал Робера. Это один из холмов в нынешней Протягайловке с видом на Бендеры. Здесь холма, да, снимали вот в ту сторону. У Робера было и много снимков из Террасполя. Как вам заготовка льда на Днестре? Или эти снимки? Церковь Святой Троицы, сейчас это Бородинка у Дома офицеров. Церковь Святого Андрея, ныне площадка перед детской поликлиникой по Федько. Здесь вид от мемориала славы на трибуну. А так, 114 лет назад выглядела нынешняя улица Шевченко. Слева сейчас собор, справа ВГ-1. Фото выкупил краевед Ростислав Семаченко. Получается, француз Робер чуть ли не первый в истории Террасполя турист, сделавший фотки, хоть и во время интервенции. Сейчас путевые заметки выглядят так. Под воодушевляющую музыку в Кишиневском аэропорту разгружают вооружение, прилетевшее из Франции. Владислав Лукаш, Данила Кузьменко, отражение.